Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как нам научиться разбираться в вине. Наверняка вы так или иначе сталкивались с тем, что вы читаете этикетку вину. Там написано, что вино обладает вот такими и такими, раз такими вкусовыми качествами, а вы их в общем-то и не чувствуете. Либо вы слушаете описание каких-то вина и думаете, ну как они могут такими быть. Наверное, это все придумали. Вот сегодня мы с вами поговорим о том, как вообще научиться плюс-минус различать эти ароматы. Ну и конечно, очень многие потребители вина, к сожалению большому, различают в вине только два вкуса. Это сладкое и кислое. Если вы спросите, в какое вино ты любишь, ну у кого-то из своих знакомых, наиболее вероятный вариант это сладенькое. Также я часто в ваших комментариях читаю, что ой, ну вот мои, например, сухое не кьют, они любят только сладенькое. Ну любят только сладенькое, к сожалению, только по той причине, что просто другого ничего не пробовали. Не знают, что аромат вина, вкус вина, это не только сладкое и кислое. Это огромная-огромная палитра. И вот чтобы нам хоть немножко разобраться в этой палитре, мы и проводим сегодняшний разговор. Итак, первое, что нам нужно для того, чтобы научиться. Ну конечно же, наше желание. Нам надо захотеть, чтобы у нас вот эти вкусовые рецепторы, скажем так, открылись, чтобы открылись вкусовые восприятия. Если мы этого сами не хотим, то, конечно, чтобы мы не делали, ничего у нас не выйдет. И сразу же вам хочу сказать такую вещь, что люди не рождаются с каким-то особым вкусом, чтобы все это понимать. Я точно так же, как и многие из вас, когда-то любила сладенькое, когда-то понимала тоже только сладкое и не кислое. Но со временем мой вкусовой спектр, он расширился. Поэтому я делюсь своим опытом, ну конечно же, расскажу, какие еще у вас есть возможности. Первый вариант, как мы можем поступить, это пойти учиться в какую-то винную школу. Понятно, что это затраты, это затраты финансовые, это затраты временные. Ну а с другой стороны, касательно времени, может быть, наоборот, мы где-то себя можем и ускорить. Единственное, что важно, ну вот чисто мое мнение, я считаю, что сейчас очень много, кстати, онлайн-школ, что вот но онлайн-школа вообще не вариант. Вино надо пробовать, да, и пробовать именно с тем человеком, который тебе может объяснить, что там есть. Ну и конечно, винная школа, винная школа и рознь вас научат понимать только определенные виды и стили вин. И вы должны понимать, что из всего винного мира это только маленькая часть. Да, узнать и познать ее хорошо, но на этом все не ограничивается. Особенно, если мы говорим о том, что мы хотим все-таки научиться разбираться и в наших домашних винах. Недавно я вам рассказывала, что такое натуральные вина. Под этим роликом оставлю ссылку. Так вот, большинство наших домашних вин, они натуральные, соответственно, они ведут себя специфически. В большинстве винных школ все-таки обучают пониманию конвенциональных вин, а не другие. И то, что, например, считается нормального натуральных, а для конвенциональных это все так нельзя, это порча и так далее. То есть просто, чтобы вы это понимали, что вы познаете только часть. Следующий вариант. Я вообще как бы услышала про то, что такое существует от... Ну, я периодически смотрю видео с какими-то с Эмилье, с какими-то винными экспертами. Слушаю их, что они рассказывают. И тогда, ну, это было, наверное, пару лет назад, они рассказывали про винные школы и рассказывали, что в какой-то иностранной винной школе, я уже не вспомню, в какой стране это не суть важно, студентам, обучающимся, дают такие наборы, они называются «Нос вина». Значит, там баночки с различными запахами, и вот студентам дают понюхать этот запах, и когда вот он его зафиксирует, тогда ему гораздо проще распознать этот же запах в вине. Конечно, вот, опять же, мое личное мнение, что если вот вы находите винную школу, которая учит на таких наборах, ну, это классно. Не так давно я увидела рекламу на Фейсбуке, что вот такие наборы продаются даже в городе Минске. Но, есть одно но, они невероятно дорогие. По-моему, если я не ошибаюсь, там порядка 50 ароматов, и вот этот набор с 50 ароматами плюс-минус 1000 долларов. Вот, насколько я помню, цена была такой, то есть, ну, это очень дорого для себя одного позволить, ну, может, далеко не каждый. Если в какой-то винной школе это используется, это круто. Есть вариант маленький, если не изменять память, то есть 16 ароматов плохих вин, порченных. Ну, понятно, там уже цена гораздо ниже, такой вариант тоже хорош. На российских сайтах, в российских интернет-магазинах, эти вот наборы нос-вина есть разные, по-моему, там 30 есть ароматов, порядок цен не помню. Ну, вот, честно говоря, конечно, штуки интересные, штуки классные, и это то, что позволит научиться познавать быстро. Другое дело, что не каждый может себе это позволить. Ну, и мы подходим с вами к третьему варианту, не самому простому, но самому доступному каждому из нас. Пробовать, пробовать и пробовать. Если мы хотим научиться разбираться в винах, нам их надо пробовать как можно больше. При любой возможности, которая у нас только появляется. Например, определенные магазины, определенные виноторговые компании в определенные моменты времени устраивают какие-то дегустации, какие-то презентации, там тоже есть специалист, который рассказывает про это вино, что там, как там. Соответственно, на такие мероприятия нужно ходить. Дальше. Ну, покупать вина в бутылках не всегда. Мы можем покупать их в больших количествах, тем более, ну, вина бывает разных ценовых категорий, и пробовать нам надо вина разные. Мы можем тоже ходить в какие-то бары, в какие-то кафе, в какие-то рестораны, где все это пробовать побокально в небольших дозах. Кроме того, существуют магазины с дегустационными барами. И там тоже можно попробовать те или иные вина в небольших количествах, ну, и тогда вам будет проще в них ориентироваться. И, конечно, перед тем, как пробовать, желательно про эти вина почитать. Что это за вина, что они из себя представляют, какая ароматика там может быть. Ну, потому что профессионалы, в принципе, все это описали. Наша задача найти это и почувствовать. Поэтому читаем как можно больше. Литературы сейчас по вину очень много. Можно покупать книжки, что-то есть в сети, винные атласы. Ну, просто есть описания вин, какие-то описания винных критиков. То есть максимальную информацию, которую вы только можете достать, доставайте и пробуйте. Что касается вин, которые мы употребляем дома. В первую очередь, нам надо понимать винную культуру и ей следовать. Если мы будем пить вино с кружек, если мы будем закусывать их котлетками, ну, к сожалению, у нас так у многих принято, то вряд ли мы чему-то научимся. Сейчас я очень кратенько коснусь вот этой самой культуры, потому что это отдельная обширная тема. Но первое, что вам нужно, это бокалы. Специальные винные бокалы. Никакие не стаканы, ничего. Нет. Винные бокалы. Хотя бы вот. Вот эта форма. Тюльпан. Самый простой бокал. И размер этого бокала, особенно для красных вин, надо, чтобы был большой. А вот этот, если мне не изменяет память, 670 мл. Это средненький, можно брать больше, они есть, по-моему, 710 и 800 чем-то. Это нормально. Бокал должен быть большим. Но обратите внимание, как он наполнен. Какой бы ни был бокал, его никогда не наполняют много, его никогда не наполняют до верха. И вот это вот, да, кто-то думает, о, какой большой бокал, нет. Такой большой бокал, он работает как декантер. Он позволяет вину раскрыться. Он позволяет вину подышать. Он позволяет раскрыть всю эту ароматику. И я вам честно скажу, да, вот тоже вы смотрите, думаете, а я ерундано рассказывает, точно такой же вкус будет, там, из кружки и со стакана. Я сама когда-то это прошла. Я сама когда-то это пробовала. У меня были обычные стеклянные стаканчики. Даже специально нашла вам показать. Вот такие. Я пила с них вино, и думала, что все нормально. Потом вспомнила, что когда-то кто-то мне дарил большие бокалы. Не были больше, чем вот этот. К сожалению, разбились. И я решила, почему бы мне не попробовать вот выпить с того бокала. И когда я налила вино в бокал, вкус у него был совершенно другой. Совершенно. Можете даже провести эксперимент. Я его проводила. Уже не на себе. Я иногда провожу такие мини-эксперименты на своих каких-то знакомых, на своих близких. Вот на даче как-то мы с подругой открыли бутылку. А у меня там тоже небольшая коллекция бокалов. И как правило, все по одному. И, насколько я помню, у нас был вот такой и вот такой бокал. Я только не помню, что мы во что налили. И я потом говорю, попробуй с моего бокала. Она пробует и говорит, нет, ты знаешь, с моего вкуснее. То есть, ну, это человек, который далек от темы вина. Но даже она почувствовала, что разница есть. Так вот, первое, что вам нужно, это завести бокалы. Хотя бы вот такие. Да, они бывают разные. У меня есть и такой бокал, и такой бокал, и такой бокал. Не тема сегодняшнего видео, тоже про бокал я и все отдельно. Хотя бы вот. Это не так дорого стоит, но именно это позволит вам наслаждаться тем напитком, который внутри. Дальше наливаем. Дальше наливаем. Как я вам уже сказала, немного наливают всегда не выше той части, которая начинает вот, ну, самая широкая. Понятно, что здесь, как бы бокал такой вообще пузатенький, но его хорошо где-то на треть налить. больше не нужно. Что мы делаем? Следующий наш шаг. Да, еще хочу вам сказать такую вещь. Пробуйте вино с кем-то. В какой-то компании. Не важно, ну, если этот человек разбирается в вине, классно. Если он совсем не разбирается, тоже классно. И сейчас объясню, почему. У нас у всех разные вкусы. И у нас у всех разное восприятие. И вот, когда вы вино пробуете, вы потом между собой можете обсудить, какой запах почувствовал этот человек. Какой запах почувствовал этот человек. Иногда, знаете, как бывает, мы вот вкус, как бы его выделили, всей палитры вкусов, но мы не можем назвать, что это. Да, вот что-то такое знакомое, но не можем назвать, что. И бывает, бывает, что как раз-таки вот какой-то такой сторонний человек может вам подсказать. Единственное, что важно, да, чтобы эти люди не стеснялись. То есть максимально их расслабьте. И, ну, нет правильных ответов. Вот мы с моими близкими как делаем? Вот мы собираемся, наливаем вино. Каждый пробует. Я говорю, расскажите, что вы чувствуете. И, конечно, первых там пару секунд такой вот идет заминка, потому что каждый думает, что, ну, есть что-то правильное, да, то есть я должен почувствовать вот это, либо вот это. И люди ищут правильный ответ. Правильных ответов нет. Я всегда об этом предупреждаю, что мне не надо, чтобы вы ответили то, что думаю я. Мне надо, чтобы вы поделились своим впечатлением и своим мнением. Что вы почувствовали в данном конкретном вине. Сразу привожу еще один пример. Вот на одной из таких посиделок. Наливаем белое вино и я знаю, что оно слегка пахнет огуречным рассолом. Более того, я знаю, что точно так же пахнет магазинное вино такой, достаточно высокой ценовой категории. И я понимаю, что все-все с вином нормально для него. Это характерно. И в это время в доме присутствовали дети. Вот подбегает девочка, которой 8 лет. Говорит, можно мне понюхать? Ну, конечно, можно. Она нюхает и говорит, о, пахнет огуречным рассолом. Родители говорят, нет, ну, тебе показалось. Я говорю, стоп, ребенок сказал правду. Оно действительно пахнет огуречным рассолом. И это нормально. А просто как бы нам, взрослым людям, мы считаем, что вино должно иметь вот какие-то определенные запахи. Рассолом оно не должно пахнуть. Причем это рассол не от квашеных огурцов, а от маринованных. Такой вот легкий, приятный. И ребенок это распознал. Поэтому очень хорошо пить вино с теми, кто вообще совсем не понимает. Вот они вам могут подсказывать такие интересные запахи и вкусы. Ну, а теперь переходим непосредственно к самой процедуре. Про бокалы я вам сказала. Про то, сколько в них наливать тоже сказала. Еще температура подачи. Для красных вин это комнатная температура, но комнатная температура это на самом деле градусов 18. Вот так идеально. Белые светлые вина это как правило 12-14. Есть, конечно, всякие винные термометры, которые можно вешать на бутылки. Все они это распознают. Но просто помните, что белое лучше хотя бы немножко охладить, но красное если это лето, если это тепло, тоже можно немножко охладить. И еще такой момент. Лучше охладить больше, потом оно у вас в бокале будет нагреваться, и вы сможете почувствовать динамику. Да? Почувствовать, в какой момент вино будет приятнее. Потому что, если сразу мы пробуем теплое, мы чувствуем один спектр ароматов. Если идет из холода в тепло, вот мы видим, как оно развивается, как эта ароматика развивается, как вкус развивается. И таким образом тоже для наших домашних вин мы можем подобрать ту оптимальную температуру, при которой оно наиболее вкусно. Итак, с температурой разобрались, с посудой разобрались. Первое, что мы делаем, вот налили и нюхаем. И понятно, обсуждаем, что мы услышали, какие запахи, что они нам напоминают. Ну, классно обсуждать. Дальше, это был у нас первый нос. Мы вино немножко взболтнули. Единственный вид вин, который мы не болтаем, это игристые. Немножко взболтнули и опять понюхали. Аромат немножко поменялся. Могут остаться общие нотки, может он больше раскрыться. Бывают такие вот достаточно ароматные вина. Сразу как их нальешь в бокал, они не пахнут. Они такие закрытые. Вот мы взболтали, не надо много, чуть-чуть. Взболтали и вино чуть-чуть подышало. Кстати, для этого нам нужны тоже нормальные бокалы. И оно уже начинает отдавать этот аромат. И мы уже начинаем его чувствовать сильнее. То же самое обсудили с другом. Следующее это мы пробуем. Первое пробуйте без никакой еды вообще. Вот потом мы можем, когда мы чуть-чуть попробовали, более-менее что-то распознали, тогда уже составлять какие-то гастрономические пары. А первое я рекомендую вообще без ничего. Делаем глоток. Ну конечно профессионалы наверняка вы во многих видео это видели в каких-то художественных фильмах. Они так интересно все это гоняют по рту. Так вот как-то делать я так не умею честно. И ну как бы нам домашним потребителям таким более простым и приземленным достаточно просто чуть-чуть подержать вину во рту. Немножечко. есть не сразу проглатывать, а подержите его чуть-чуть во рту. и тогда проглотите. И почувствуйте вкус именно вот в тот момент, когда оно омывает весь ваш рот. И потом вот вы проглотили и задайте себе вопрос, что я чувствую, что у меня осталось во рту. Вот поэтому кстати вино не закусывают. У вина всегда долгое, длительное послевкусие. если мы сразу после этого заедаем котлеткой, ну мы все напрочь убили и убрали. И вот это впечатление от вина все мы выстерли, смыли вот этой самой котлеткой. И проследите еще за тем, то есть вот это послевкусие оно будет меняться, там тоже может быть разная ароматика, вот делитесь с друзьями вашими впечатлениями и проследите насколько оно долгое. Вот я уверена, что большинство из вас никогда этого не пробовало. Попробуйте, вы удивитесь, насколько это интересно. Потом уже можно сделать еще глоток, потом уже можно составлять какие-то гастрономические пары, но помним, вино не закусывают, вином запивают еду. И здесь тоже очень важно подобрать вот эту правильную пару. Я об этом говорила уже, есть отдельное видео про сочетание вина с едой, здесь кратенько. Самые простые варианты. Что-то солененькое, что-то жирненькое, что-то кисленькое. Вот кусочек там хлебушка с маслицем, например, взяли, маленький, маленький, вам не надо много, не надо целую бутерброды. Попробовали и запили вино. Опять же поделитесь с другом, какое сочетание вам больше нравится. Вот если вино само по себе кисловатое, то перед ним что-то солененькое, соленый сыр, такой сильно соленый сыр, кусочек соленой колбаски не острый, именно солененький, кусочек вяленого мяска, тоже солененький. Оп! и запили глоточком. Вы удивитесь, насколько меняется вкус. Я попробовала это на других людях, и я это видел, кроме того, что я прочувствовала это сама. Поэтому пробуйте. И вот когда вы таким экспериментальным путем подберете оптимальное сочетание еды и вина для вас, тогда вы сможете вином наслаждаться. и каждый раз как бы не ждите, что вот этот мир вина, вот все эти вкусы, все эти ароматы, они раскроются перед вами сразу. Вот вы налили в бокал, сделали вот этих пару шагов, понюхали, глотнули, ротико полоснули вином и сразу все почувствовали. Нет. Это приходит со временем. Постепенно шажочек за шажочком, шажочек за шажочком, да, вы начнете это чувствовать. Ну и конечно пробуйте еще где-то вина таким же способом, тоже вот по чуть-чуть, первое время без ничего и тогда вы научитесь чувствовать общие ароматы винах. Да, даже смотрите, вы можете свое, например, попробовать, вот чувствуете какую-то нотку, а не знаете как ее назвать, обозвать, а потом вы где-то пробуете вино, о котором вы почитали, там уже написано, что вы должны в нем почувствовать, и тут вы чувствуете эту же знакомую ноту. И вот все сошлось, и вы уже можете эту ноту назвать, да, что, например, это вот такой аромат, или вот такой аромат. Также почему мы делаем это в компании, что кто-то вам тоже может подсказать. вот когда-то в своих винах красных, где у меня стандартная смесь зилга русский ранний симоне, я чувствовала определенную терплость, но я не могла ее определить. А потом как-то вот тоже в таком узком близком кругу мне сказали, что ну вот это же черная рябина. Дело в том, что я черную рябину ела, только в детстве там немножко с куста пробовала. И ну это было давным-давно. И когда мне сказали, что это черная рябина, да, я так подумала, точно, вот это черная рябина. Более того, я вспомнила еще одну ягоду с определенной терпкостью, такой приятной, это ирга. И теперь я уже точно знаю, что в этом вине у меня вот это вот и вот это. Так что пробуйте, экспериментируйте и обменивайтесь мнением. И однажды вы поймете, насколько вино может быть многогранно, как много там вкусов и как много там ароматов. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч! Продолжение следует...